Халлилуйя! Давайте поднимем руки! Халлилуйя! Мы поклоняемся Тебе! Мы превозносим имя Твое! Ты Царь всех царей! И Ты Господь всех господствующих! И этот вечер мы провозглашаем вечером Твоего Божьего присутствия! Твоей силы! Твоего мужества! И Твоей великой победы! Мы поклоняемся Тебе! Мы превозносим Твое имя! Аминь! Халлилуйя! Прославьте Господа! Он живой! Он на этом месте! Приветствуйте тех, кто рядом с вами! Скажут, молодец! Что не поехал в Юрмалу! Молодец! Что сегодня не на море! Молодец! Что Ты пришел в Дом Божий! Потому что Бог Тебя здесь обильно благословит! Халлилуйя! И присаживайтесь! Огромное спасибо! Левиты! Прославители! Огромное спасибо! И так, для меня всегда показательно первое служение после больших конференций! Человек так устроен, что после больших праздников, больших напряжений, большое расслабление! И человеку хочется так легко расслабиться! Мы должны внимательно следить за тем, что происходит после! Помните? Конференция, как гора преображения! Там, где Иисус преображался! Там, где происходили чудеса! А когда с горы спустились, что их ожидало? Мы должны очень внимательно держать в сердцах то, что Бог нам дает во время конференции! Для того, чтобы спустившись с этой горы преображения, могли иметь авторитет и власть решать проблемы, которые ожидают нас под этой горою! Но, в принципе, я хочу поздравить, уважаемые друзья, всех тех, кто принимал участие в этой большой глобальной акции распространения информационных газет, приглашения неверующих людей на это служение! Конечно, мы планировали от 200 до 400 человек видеть на покаянии перед алтарем! По нашим подсчетам, в чистом остатке, то, что мы имеем за три дня, в первый день покаялось 18 человек, во второй день покаялось 81 человек, и 10 человек покаялось на третьем служении! Итого 109 человек! Давайте поблагодарим Господа за этот великий урожай! Аллилуйя! О чем нам это говорит? Это говорит о том, что наш труд мечетен! Вы знаете, ну не так часто на конференциях выходят вперед на покаяние столько людей! Я вспоминаю, было служение, была конференция в ноябре, и где мы ставили пир Валтасара, после пира Валтасара вышло 120 человек на покаяние! Но я думаю, что теперь это будет происходить чаще! Я думаю, что свидетельство наше, зрелость наша, вера в то, что мое участие, моя молитва, моя вера, мой звонок, мое посещение моих неверующих родных или близких может принести такой результат! Вот смотрите, сколько людей пришло, а сколько людей не пришло! Даже в том же служении, суббота вечер, кто-то вышел вперед на покаяние, а кто-то воздержался! Процесс пошел, эта закваска, которая брошена в три меры муки, она делает свою работу! Вот одна женщина, я сегодня разговаривал из нашей церкви, она говорит, я живу на пятом этаже, в каждый почтовый ящик я положила газетку! Через пару дней слышу звоночек, соседка где-то откуда-то, со второго или с третьего этажа! Это вы положили газетку в мой ящик? Да! Могу я с вами поговорить? Конечно! И она говорит, я прочитала внимательно, меня это очень впечатлило, не могли бы там ваши помолиться, вот поскольку вы здесь сказали, что если есть нужды, вот здесь записать, могли бы там ваши помолиться, у меня вот, у моего мужа, у моих родственников есть проблемы? Ради Бога! Конечно, с огромным удовольствием записала! Через день в двери, знаете, вот в двери, одна записочка, вторая записочка, третья, эта женщина пошла к другой соседочке и сказала, ребята, там на пятом есть человек, у которого есть другие человеки, которые молятся, и вы знаете, одно за другим конференция прошла. Вы знаете, вот этих людей, этих людей не было на служении, но они продолжают, понимаете, вот эта закваска, она работает, и у людей появляется вера, что помолитесь, и вот уже как в стене плача, знаете, записочки тычут там вот, это вот, пожалуйста, три записочки, четыре записочки, и эта женщина неожиданно оказалась в эпицентре внимания! И вы понимаете, когда мы будем молиться, мы обязательно за эти нужды будем молиться, мы даже не представляем, с чего может начаться реальное пробуждение от моего многоэтажного дома. Мы даже не представляем, с какой стороны Господь может зайти. Писание говорит, Царство Божие приходит неприметным образом. Обыкновенный человек, обыкновенная газета, обыкновенный ящик почтовый, и потом необыкновенные чудеса. Аллалюя! Сегодня я буду проповедовать, друзья, на тему неравнодушные люди. Вы знаете, все в этом мире осуществляется благодаря неравнодушным людям. Вот людям, которым не все равно. Это люди, которых интересует, волнует и заботит, почему это так, а почему это не так. Даже если твое неравнодушие со знаком минус, что здесь сектор устроило, что они здесь вообще делают, это уже первый шаг навстречу к покаянию. Неравнодушный человек даже к Богу, он быстрее придет к Богу, чем человек равнодушный. Ну и что? Ай, все сейчас разводят людей, ай, все сейчас проповедуют. Запомните, самые опасные люди это равнодушные. На их глазах могут убить человека, и он прошел мимо. На их глазах может воскреснуть мертвый, он тупо пройдет мимо. На обочине может лежать в крови человек, как вот на той дороге из Иерусалима в Иерихон. Он посмотрел и прошел мимо. Вы знаете, это самые опасные люди, черствые, равнодушные и безразличные. К ним нельзя обратиться за помощью, и это люди, которые на самом деле делают великое зло. Но люди неравнодушные, люди, которые проявляют интерес и к тем, и к другим, и к третьим вещам жизни, все-таки Бог их ищет. И я бы хотел, прежде чем буду проповедовать, еще раз поблагодарить всех неравнодушных людей, которые принимали участие, которые раздавали эти газеты, которые посещали своих неверующих друзей, родных и близких, и поздравляю тех, у кого это получилось во время конференции. А также хочу ободрить тех, чьи усилия, может быть, еще не увенчались успехом, и вы не видели своих друзей на конференции. Вы знаете, процесс пошел. Кто знает, может, в среду кто придет, может, кто в воскресенье придет, может, кто через неделю придет, может, кто через две. Ваш труд не тщетен. Поэтому пусть Бог вознаградит вас, и самой великой наградой пусть будет покаяние всех тех, за кого ты молился, кого ты приглашал, и с кем ты беседовал. Хотел лишь только сделать это важное объявление, что у нас есть процесс. То есть, то, что если мы говорили о системном служении, то это превращается уже в некий алгоритм нашей работы. Была евангелизация. Люди пришли на покаяние. Дальше эти люди, которые пришли на покаяние, у нас есть наставники и попечители. Мы объявляем, что с 6 августа мы начинаем специальные семинары для новообращенных. То есть, для всех тех, кто покаялся во время конференции, а также тех, кто еще покается в течение июля этого месяца. Пожалуйста, все те, кто молится, кто продолжает служить этим людям, зафиксируйте эту цифру. 6 августа мы начинаем семинары для новообращенных, для того, чтобы эти люди могли познакомиться с базовыми доктринами христианской жизни. Это рождение свыше, это водное крещение, это крещение Духом Святым, это мышление праведника, что такое молитва, что такое вечеря Господня, десятина, и что такое церковь. Я буду преподавать этих восемь тем, поэтому, друзья мои, если у кого-то из вас есть уже покаявшиеся люди, но которые еще не прошли эти семинары, с 6 августа мы начинаем семинары. И я считаю, что образование чрезвычайно важно. Это хотя бы альфа-курс, это ликбез, это основа нашей христианской жизни. Поэтому добро пожаловать 6 августа на семинары для новообращенных. И я думаю, что дальше мы будем их распределять по домашним группам, а для этого мы будем готовить лидеров домашних групп и так далее. Я думаю, ребята, наша жизнь приобретет смысл, блеск, живость, энтузиазм появится, когда среди нас будут свежие люди. Когда среди нас будут новообращенные люди. Когда среди нас будут жаждущие люди. И я думаю, что рождение людей или рождение детей в семье всегда приносит этой семье праздник. И все верующие сказали амэн. Давайте еще раз поблагодарим Бога за спасение этих людей. Халлелуя! Итак, тема моей проповеди – неравнодушные люди. И давайте откроем первое место. Это Иезекииль 9.4. И сказал ему Господь, «Пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей, скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди Него, сделай знак». И сказал ему Господь, что предшествовало этому поручению. Этому поручению предшествовало определенное событие. Если мы прочитаем с 1 по 4, нам станет понятно, в чем суть. «И возгласил в уши мои великим глазом, говоря, пусть приблизятся каратели города, каждый со своим губительным оружием. И вот шесть человек идут от верхних ворот, обращенных к северу, и у каждого в руке губительное орудие его. И между ними один одетый в льняную одежду, у которого при поясе его прибор песца. И пришли и стали возле медного жертвенника. И слава Бога Израилева сошла с Херувима, на котором была к порогу дома Божьего. И призвал он человека, одетого в льняную одежду, у которого при поясе был прибор песца. И сказал ему Господь, пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей, скорбящих и воздыхающих, то есть, найди неравнодушных людей, отметь этих людей, на челах поставь знак, потому что в обреченных городах, где будут каратели, в обреченных странах, где будут каратели, где будут потрясения, от этих людей будет зависеть спасение не только людей, но и городов, и стран. Итак, на челах людей, скорбящих и воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди, сделай знак. Вокруг нас много негативного, вокруг нас много обмана, насилия, и вокруг нас много мерзостей. И вопрос сегодня стоит не в бровь, а в глаз, просто ребром. Как мы реагируем на то, что происходит вокруг нас? Есть люди, которые закрывают глаза, есть люди, которые говорят, зачем мне на это смотреть? Я живу в другом измерении, и я знаю, что слава Божья покрывает всю землю, и я не хочу видеть негативных вещей, я не хочу слышать негативных вещей, я хочу только быть настроенным на положительные эмоции и на положительные откровения. Братья и сестры, мы должны с вами осознать, что крайности харизматической религии приводят к разочарованию. Почему? Потому что вера, это не иллюзии, а вера, это реалистический взгляд на положение вещей. Если я болен, я должен прийти к Богу и сказать, Господь, я болен, но я верю, что ты можешь меня исцелить. Если ты говоришь, я здоров, я здоров, Господь, я здоров, ну будь здоров и не кашляй. Если он слепой, он пришел к Богу и не говорит, я зрячий, я зрячий, я зрячий. Когда ты вещи называешь своими именами, это не есть кризис веры. Это есть зрелость веры. Когда я вижу болезнь, я говорю, Господь, я верю, что ты, великий Бог, можешь разобраться с моей страшной проблемой. Амин? Мы не должны прятать голову в песок и говорить, у меня в городе все в порядке, у меня в церкви все в порядке, у меня в доме все в порядке. Если есть проблема, назови эту проблему, призови Божье благословение, чтобы это благословение разрушило это проклятие. Амин? Смотрите, кого Бог отметил в этом городе. Он дал этому человеку в льняной одежде и сказал, возьми прибор песца, это духовные прообразы, и он сказал, я хочу в этом городе собрать спецотряд, я хочу собрать команду команду служителей. Это нормальные люди, это не фанатики, это не те, кто убегает от проблем, это те, которые патриотически настроены, и видя, какое беззаконие творится в городе, видя, какие мерзости окружают, они говорят, нет, такого быть не может. когда в судьбе твоих детей совершается какое-то зло и мерзость, ты не выбрасываешь своих детей, ты скорбишь и воздыхаешь, ажи, господи, они страдают, а я в два раза больше страдаю, и поэтому я ходатайствую перед тобою, и прошу, Господь, восстань, и пусть рассеются все враги, простри свою руку, и разбей эти твердыни, и это проклятие точно так же по отношению к городу, когда ты видишь язвы общества, когда ты видишь нищету, наркоманию, алкоголизм, когда ты видишь эту проституцию, когда ты видишь, что все коррумпировано, ты не просто закрашиваешь на загород, а я верю, что я в Царстве Божьем. Нет, мы не можем быть счастливой церковью в проклятом городе. Я не могу быть счастливым человеком, если меня окружают проклятые люди. Естественно, внутри будет воздыхание, естественно, внутри будет скорбь, естественно, я буду сопереживать с тем, что вокруг меня. Запомните, пробуждение начинается с неравнодушных людей, с тех людей, которые ассоциируют себя со своим городом, которые ассоциируют себя с этими людьми вокруг и скорбят вместе с другими людьми, видя, какие мерзости творятся, а в это время Бог смотрит. То есть, мерзости, которые происходят вокруг нас, это лакмусовая бумага на твою веру и на твою зрелость. Как ты реагируешь? Если ты это ничего не видишь, как тот священник, который посмотрел, он не воздыхал и не скорбел, смотря на жертву, избитую, окровавленную, на зной, лежащую уже целый день, он прошел мимо, Господь не ставит на них. Но Господь ищет тех неравнодушных людей, которые умеют сострадать, которые умеют скорбеть, которые умеют плакать с плачущими, а когда Бог явит славу, они будут потом радоваться с радующимися. Между прочим, здесь, в этом эпизоде, речь идет о карателях города, то есть какие-то ангелы-губители идут, и у каждого есть свое губительное оружие. Это одна часть картины. И вторая часть картины, здесь написано, что и слава Бога Израилева сошла с Херувима, и на котором была, и она куда сошла? К порогу Дома Божьего. Какие бы каратели не были вокруг, какие бы мерзости не творились вокруг нас, почему я ценю Дом Божий, почему я ценю Церковь Божью, да никогда Божья слава не придет в Дом правительства, да никогда слава Божья не придет в какую-то общественную организацию, да никогда в ночной клуб слава Божья не сойдет. Я знаю, где обитает слава Божья. Слава Божья обитает в Доме Божьем. Поэтому вы благословены, что сегодня вы находитесь здесь. И слава Божья коснется тебя. И Бог ищет неравнодушия. Я знаю, что вы сегодня здесь не потому, что делать нечего. Тупая погода серая. Дома скучно. И вот от нечего делать пришел. Я верю, что сюда тебя привела твоя неравнодушная душа. Я хочу видеть, что дальше будет. Как Бог дальше будет работать. И вот смотрите, с одной стороны каратели, губительное оружие, сосуды гнева. С другой стороны, слава Божья, которая сошла на Дом Божий. И кто в Доме Божьем? И в Доме Божьем все неравнодушные, воздыхающие и скорбящие об этих всех мерзостях. Вы знаете, слава Божья будет почивать на неравнодушных людях. Моя первая важная практическая мысль. Слава Божья будет обитать и будет пребывать на неравнодушных людях. То есть, вот этот человек с прибором песца, он ставит, смотришь, этот человек, не, надо что-то менять. Я не знаю, как менять, но что-то должно поменяться. Но это же ненормально. Когда девочки в 13 лет, они уже пьяные в дрезину. Их взрослые мужики садят в машину куда-то. Это же ужас. В моем доме полдома колется. Ребята, это какой-то ужас. Чего тебе больше всех надо? Последнее время. И будут еще из церкви утешать. Ведь написано, во многих охладеет любовь. И люди будут грешить. И люди будут такие-сякие. Угомонись. И все в порядке. Нет, не угомонись. Если ты будешь неравнодушным, если даже ты не будешь знать, как выйти из положения, но Бог увидит, что внутри тебя есть ревность. Ревность о доме. Ревность о своем доме. Ревность о своем районе и своем городе. Подойдет некто. Поставит на твоем лбу некоторую меточку. Для чего? Чтобы все эти меченые люди завтра были бы покрыты славой Божией. Я хочу Богу продемонстрировать, что я неравнодушный человек к тому, что происходит в Латвии. Я хочу Богу продемонстрировать, что я... Мне не все равно, что происходит в Церкви Божьей. Мне не все равно, что происходит в моем окружении. Я хочу видеть славу Божию. Я хочу видеть покаяние людей. Я хочу видеть на каждом служении эту победу Иисуса Христа Над дьяволом в судьбах людей И я знаю, что когда ты неравнодушен Когда у тебя внутри кипит ревность И ты не знаешь даже, как поступать И говоришь, а кому это надо? Богу надо Запомни, твоя ревность Обратит на тебя внимание человека С прибором песца И после этого метка Что ты человек неравнодушный Ты готов к сотрудничеству с Богом Амин? Давайте посмотрим, как это выглядит Ниемия 1.3.4 Ниемия 1.3.4 И пришел Ханани, один из братьев моих Он и несколько человек из Иудеи И спросил я об уцелевших Иудеях Которые остались от плена И об Иерусалиме И сказали они мне Оставшиеся, которые остались от плена Находящиеся там В стране своей В великом бедствии И в уничижении И стена Иерусалима разрушена И ворота его сожжены И услышал эти слова Я сел и заплакал И печален был Несколько дней И постился И молился перед Богом Небесным И говорил Господи Боже Небес Боже великий и страшный Хранящий завет и милость К любящим Тебя И соблюдающим заповеди Твои Да будут уши Твои внимательны И очи Твои отверсты Чтобы услышать молитву Раба Твоего Которую я теперь день и ночь Молюсь перед Тобою И исповедуюсь во грехах Сынов Израилевых Которыми согрешили мы перед Тобою Согрешили и я И дом Отца Моего Мы стали преступны перед Тобою И не сохранили заповеди Но Помяни слово Которое Ты заповедал Моисею Рабу Твоему Говоря Если Вы Сделаетесь Преступниками То Я рассею Вас По народам Когда же обратитесь ко Мне И будете хранить заповеди Мои И И исполнять их То хотя бы Вы были изгнаны На край неба Я оттуда соберу Вас И приведу Вас На место Которое Я избрал Чтобы Водворить там Имя Мое Итак Господь ищет Неравнодушных людей Народ Божий переживает Разные этапы Разные сезоны Было время Было время Когда Израиль Был славнейшим народом Когда его возглавляли Достойные цари Делающие Угодно Перед Богом Но были такие цари Которые отвращались От Бога И поклонялись И поклонялись чужим богам И Приходило проклятие И в данный момент Это был очень страшный сезон Для Израиля Можете себе представить Иерусалим разрушен Стена Разрушена Ворота Сожжены Просто Руины Руины И многие ходили По этим руинам Да Было Теперь нет Все меняется В жизни все меняется Была куча равнодушных Спокойных людей Которые смотрели На трагедию Иерусалима Как на Собо Собой Разумеющиеся Обстоятельства Многие люди Смолят На трагедии Церковные На трагедии Служения И помазания Ну Объясняя Очень все просто Ну Вот Как есть Так есть Неемия Это один Из немногих Между прочим Он был Виночерпий Представьте себе Человек Обеспеченный У человека Работа Государственная Он возле царя Он ему вино Наливает Он с ним Разговаривает Каждое утро Он ему Свежие газеты Приносит Он ему Рассказывает О международном Положении Вещей Человек У которого Все в шоколаде Человек Которым Не надо Заботиться О деньгах О карьере Все есть Вы подумайте Только Все Есть Работа Профессия Защита Государственная Работа Все Но когда он Услышал Что его Народ Столица Его Народа Разорена Уничтожена Когда это он Прочитал Новость Когда ему Сообщили Как там На родине Как на родине Да ничего Там на родине У тебя нет Там все Взорвали Там все Сожгли И когда Эта новость Пришла ему В сердце Как ведут себя Неравнодушные люди Которых Бог метит Над которыми Бог хочет Явить славу Это люди Чувствительные К проблемам Народа Божьего Это люди Которые Чувствительны К страданиям Народа Божьего Это люди Которые получая Вот такое известие Они не просто Выпили еще Чашку кофе Перелеснули Страницу Какие там Сегодня Какой курс валюты И что там Творится в другой Стране Эта новость Его пригвоздила Он патриот Это кость от кости Это плоть от плоти Боже Кусок в горло Не лезет Кусок в горло Не лезет Какой здесь обед Какая радость Когда здесь такая скорбь У нас была конференция Думаю все уже знают об этом Когда Закончилось первое служение Нашей конференции И Мадабуков Великолепно Провел это служение Выходи из своей тюрьмы Это было Помазанное послание Это было сильное служение Мы поднялись Туда На второй этаж Там был стол Специально накрытый Для пасторов Мы сели Делились впечатлениями О том Что Бог делал Во время этого служения Анселм был В прекрасном расположении Духа И даже Переводчик спросил его Как у вас дома дела Как жена Все в порядке Нормально Отвечает и за дом И за церковь В прекрасном расположении Духа Я не знаю Что это за Закономерность Только поговорили об этом Звонит телефон Он берет трубочку Отходит от стола На несколько шагов Алло Алло И вдруг Раздается Просто крик Из сердца О май гад О ноу Это Я такого никогда не видел Анселма Он отошел в сторону Он закрыл голову И начинал И начал плакать Мы спрашиваем Что случилось Что там такое Моя жена умерла Вы знаете Это как будто Как будто Обухом по голове Я не собираюсь сейчас Объяснять Что это Глупо было бы Сейчас что-то связывать И из себя строить Эксперта Духовного Я знаю Почему Что происходит В таких случаях Мудрее Сказать Я не знаю Я не знаю Я не все знаю Что-то я знаю Но Тысячу раз больше Есть вещей Которых я Не знаю И судить Не собираюсь Единственное Что у меня Знаете Какой-то ком в горле Мы только помолились За еду Вот Полный стол Кушать все хотели Но знаете Когда приходят Вот такие новости Как вот Неемии Пришла новость Что этот Иерусалим Он просто сожжен Разграблен Там где был Храм Соломона Там куда Бог приходил Куда приходили Приходила Слава Божья Пришли каратели С орудием Для того Чтобы губить И все Истребили И представляешь И когда Эта новость Пришла Она просто Как Кинжал В сердце И немец И сел я И заплакал Мы говорим Ну вера Не плачет Харизматическая Религия Не плачет Но все Нормальные Любящие И ревнующие Мужья И жены Божьи Плачут Даже Иисус Когда входил В Иерусалим Опять Иерусалим И когда Видел Картину Будущего Когда Вокруг Все Прыгали И кричали Осана Плакал И в Гефсимании Плакал Слезы Это не Признак Слабости Это признак Ревности И великой Любви И Немя Сел И плакал Несколько дней Он был в печали И Анселма Таким Никогда не видел Он говорит Как это могло быть Она была здоровой Она была Нормальной Без всяких Предпосылок Он старался По телефону Узнать Детали А что А почему А как Просто остановилось Сердце Все органы Вырубились Все Так Внезапно Так Все Непонятно Все Так Неожиданно Он сидел Он едва Пытался Брать себя В руки Я не помню В своей жизни Вот такого Состояния Которое мы Переживали В этот вечер Сколько там Человек Пятнадцать Пасторов Никто не знал Как себя Вести Как говорить Ступор Просто Как будто Как будто Паралич Такой Наступил И мы Все просто В одну точку Смотрим Как молиться Как регули Это знаете Как будто Это оцепенение Просто И лишь оттуда С того Конца Провода В каких-то Деталях Когда я Услышал Этот вопрос Where is Her body Это вообще Для меня Было Как будто Кинжал А где Ее тело Это уже Не звучал Вопрос Где она Где Ее тело В больнице Или дома Вы знаете Три часа Это просто Этот вечер Был Таким Мучительным Томительным Тем более Что он Вначале Сказал Что в конце Я буду Проповедовать И молиться За всех Узников Чтобы они Вышли Из своей Темницы Я не знаю Я стоял Думал Боже Как все это Переварить Как это все Осмыслить Как это все Объяснить Никаких Объяснений Никаких Объяснений Я знаю Что слабые Христиане Попадаются Сразу на эти Вопросы Ну а где Бог А как Он думал Если Этот пророк Говорил Другим людям Что с ними Будет Что же Бог Не открыл Ради Бога Это не Время Задавать Вопросы Это Время Помолчать Это Самое Время Помолчать Просто Молчать И плакать Как Неемя Он услышал Он услышал Плакать Плакать Плачущими Я знаю Что на всех Неравнодушных Бог Ставит Метку Если ты Способен Чувствовать Чью-то Боль Если ты Способен Чувствовать Чью-то Трагедию Если ты Способен Быть Милосердным То Бог Отметит И скажет Этот человек Способен Служить Ближнему Он Кандидат На то Чтобы я Его Помазал Для того Чтобы слава Божья Явилась На нем Мы все Знаем Друзья Эту Судьбу Неемии На всех Неравнодушных Поставь Знак В одном Горе В одном Районе Будут Орудовать Губители С Орудиями Гибели А В другом Конце Города Будут Служить Божьи Люди На которым И пребывает Слава Божья Послушайте Какая Логика Когда Услышал Неемия О том Что разрушена Столица Израиля И его Сердце Скорбело И обливалось Кровью И он Несколько Дней Кусок В горло Не лез Я скажу Что вот В этот Первый день Стол Продукты Вся пища Вкусная пища И мы были голодны Но друзья Никто В тот вечер Не прикоснулся Ни к куску хлеба Ни к этим вкусным Блюдам Вот просто Три часа В полдвенадцатого Мы разошлись На столе Все осталось Не тронуто Этому Этому Никто Не учит Это Это Есть И все И Бог Я абсолютно Убежден Бог Принимал Экзамены Бог Читал Наши сердца Конечно Мы помолились Мы говорим Анселл Мы так Так часто Ты служил нам Ты молился За нас Разреши Мы сейчас Помолимся За тебя И здесь Как будто Вы знаете Как будто Вырвалось Его Он сказал Конечно Помолитесь Он начал Рыдать Мы возложили На него руки Кто Как мог Молиться Мы говорили Просто Дух Святой Утешь этого Человека Великий Человек Пусть дьявол Не ожесточит Пусть не Надломит Веру Говоришь Выходи Из тюрьмы Бог все Сделает И тут Тебе Как будто Подлая Как будто Знаете Как будто Предатель Этот дьявол Который Наносит Такие удары Боже Пусть Не ожесточится Не надломится Вера И он Только одну Фразу Говорил I worship you Jesus I worship you Jesus I worship you Jesus Боже мой Укрепи его Утверти его Это был Особенный Вечер И На следующий день В пять В пять Или шесть Утра Он Вылетел Назад Вы знаете Способность Сострадать Способность Ревновать Способность Переживать Скорбь Которая Которая Вокруг Тебя Говорит О том Что у человека Божий Характер Потому что Сам Бог Милосерд И Сострадателен И он Способен Чувствовать Твою и Мою Я знаю Одно Что Бог Он Потому Бог И он Спаситель Потому Спаситель И он Исцеляющий Бог Потому Что он Исцеляющий Бог Что он Мог Чувствовать Мою боль Мои Страдания И только Сострадая Ко мне Понимая Как мне Тяжело И трудно Понимая Глубину Моей скорби Он мог Подойти Ко мне И сказать Я исцеляю Тебя Я вытаскиваю Тебя Сострадание Открывает Тебе Доступ К судьбе Того человека О котором Ты сострадаешь Это прямой Канал Божьей Славы Божьего Благословения О чем Скорбел Неемия Он скорбел Об этой Столице Он говорит Это ужас Это невозможно Я протестую Моя скорбь Говорит о том Что это все Ненормально Это неправильно Неправильно Что избранная Столица Великого Избранного Божьего Народа В руинах И что Я не знаю Как Можно поменять Но Я с этим Не согласен И вот Твое Несогласие Твоя Скорбь И твоя Печаль Перед Богом Является Протестом Против Этой Реальности И когда На следующий день Он Был на работе Как всегда Утро Начиналось Со свежих газет Со светских Разговоров Со Того Что Каждый Выполнял Свою работу Царь Посмотрел На Неми И сказал Что Что с тобой Случилось На тебе Лица нету Да нет У меня все В порядке У меня все В порядке Но царя Не обмануть Он говорит Я вижу Что не в порядке Что случилось Он сел И сказал Но если по-честному Мое сердце Разорвано Мое сердце Кровоточит Мое сердце Скорбит Из-за того Что столица Моего государства Этот великий город Моих отцов Он взорван Он сожжен Он разграблен И я не могу Быть счастливым Чиновником Я не могу Быть счастливым Работником В царском Дворце Когда Столица Моего народа Стерта С лица земли Бог дал Сверхъестественное Благорасположение Вы понимаете На неравнодушных Людях Обязательно Бог поставит Метку Всем ангелам Всем Сопутствующим Персонам Которые Прямо Или косвенно Могли бы Участвовать В реставрации Вот эти вещи О христианском Правительстве О праздниках Поклонения О гейме Зовер В Кремлевском Дворце Или В Олимпийском И вот эти планы Когда ты смотришь И говоришь Это бред Это вообще фантастика Это астрономические Масштабы Это нереально Но если ты об этом Плачешь Если ты об этом Скорбишь У Бога нет Ничего Невозможного Неравнодушный Нееме Разговаривает С царем С императором И тот говорит Ты мне нравишься Ты мне нравишься Потому что Бог Писание говорит Сердце царя В руке Бога И куда Бог Хочет его поворачивать Он туда его И повернет Не вокруг царя А вокруг неравнодушных Скорбящих Ревнующих О Божьем народе О судьбе Божьей столицы Будут вращаться Все важнейшие события Последнего времени Вопрос не в том На что ты замахнулся Восстановить стены Подумайте только Братья и сестры Один человек Нееме И перед ним Руины Великого города Мы говорим Как дом построить Мозгов не хватает А здесь город Стены Ворота Восстановить Материалы где Люди где Проекты где Писание говорит Поставь Знак И слава Господня Которая Сойдет В дом Божий Найдет Неравнодушных Людей И эти люди Будут Помазаны Эти люди Будут Отмечены И эти люди Восстановят В судьбе В судьбе Народа Божьего Все то Что вот эти Каратели И губители Уничтожат Я глубоко Убежден Что даже В это Служение Даже В этот Вечер Этот Таинственный Незнакомец С прибором Писца Он смотрит Сегодня Как ты слушаешь Это послание От Господа И Господь Дал ему Такое же Задание Посмотри На этих Людей Кто-то Сейчас Прокручивает В голове Завтрашние Схемы Привычной Жизни У кого-то В голове Сейчас Привычные Стандартные Интересы Но есть Люди Которые Как сумасшедшие Они сегодня Плачут Не за то Что по крови Родственное Они сегодня Скорбят Не о том Что является Абсолютной Собственностью А за тех Кто рядом Эти сумасшедшие Люди Поставь Метку Поставь Метку И завтра Через этих Людей Я буду Восстанавливать Развалины Я буду Восстанавливать Руины Я буду Восстанавливать Судьбы Я буду Восстанавливать Служения Я буду Восстанавливать Домашние Ячейки Группы Я буду Восстанавливать Некогда Утраченную Скиню Давида Когда кто-то Ее Разрушил Когда кто-то зашел на территорию скини Давида, с этим оружием гибели и развалил все. Тот, кто сегодня ревнует о настоящем поклонении, тот, кто ревнует сегодня о настоящих божественных стандартах, чтобы во время поклонения бесы выходили из людей, чтобы люди исцелялись, чтобы люди становились иными людьми. И те люди, которые ревнуют об этом, Бог, во-первых, ставит метки, метки, и потом Он соберет всех этих меченых мужчин и женщин и скажет, и зальет Духа Моего на всех меченых. Слава Божья сойдет. И они восстановят скини у Давидову так же, как Неемия восстановил столицу избранного Божьего народа. Халлалюя! Господи, я прошу Тебя, Найди сегодня этих неравнодушных людей. Халлалюя! Судей шесть. Откроем судей шесть. Все то, о чем ты ревнуешь, все то, к чему ты неравнодушен, все то, что приносит тебе боль и печаль, это все благодаря Твоему неравнодушию, через Твои усилия, через Твою ревность, Бог хочет все это восстановить. Аминь! Давайте посмотрим. Книга судей, шестая глава и двенадцатый стих. Читаем с одиннадцатого. Еще один неравнодушный человек, которому Бог пометил, это Гедеон. И пришел ангел Господень и сел в Офре под дубом, принадлежащим Иасу, потомку Авейзерову. Сын его, Гедеон, выколачивал тогда пшеницу в Тачиле, чтобы скрыться от Мадьянитян. И явился ему ангел Господень. Вот посмотрите, каратели с орудиями гибели, да они всегда были, есть и будут. Эти великаны, которые проклинают народ Божий, они всегда были, есть и будут. Но, друзья, кроме этих, карателей должны быть неравнодушные люди. Я знаю, что каратели, губители, какие бы мощные оружия у них не были для уничтожения, для неравнодушных, скорбящих, плачущих, ревнующих о Божьей славе людей, вот над ними будет слава Божья, а слава Божья, она уничтожит любое губительное оружие. Вы со мной? Ограбили израильский народ. Это печальные страницы. Выгнали их из их домов. Посеяли поля, урожаю снимают враги, филистимляне. А их, как крыс, загнали куда-то в горные пещеры. И сидят евреи, сидят израильтяне, где-то там в пустыне, где-то в холмах, где-то в диких пещерах, и смотрят, как филистимляне гужуют в их домах, как они сидят под их смоковницами, как они там эти урожаи снимают. И что делать? И что делать? Кто-то закусил уже у дела. Ну, судьба. Какая уж судьба, такова уж судьба. Запомните, когда где-то орудуют каратели, в это же самое время Бог смотрит и ищет. Кого ищет? Пойди посреди города и найди людей, скорбящих и воздыхающих, людей неравнодушных, людей, которые внутри говорят, так не должно быть. Я протестую против этого. И вот смотрите здесь, все молчали, все затаились, затихарились, зашифровались. Один только настырный выколачивает пшеницу. Я бы этих филистимлян так выколачивал бы из моих домов, из моих семей. Я. Кому является Господь? Запомните, Господь является кмеченным. Скажи три раза эту фразу. Господь является меченым. Господь является меченым. Господь является меченым. То есть неравнодушным, на которых, на челах которых этот человек, этот незнакомец поставил знак. Вот я и молюсь Богу. Когда мне говорят, Алексей, тебе больше всех надо? Нет, я хочу быть меченым. Я говорю, Господь, видишь, мне не все равно, кто у нас в правительстве, мне не все равно, какие церкви, мне не все равно, кто проводит прославления и поклонения в нашей столице, мне не все равно, что на межапарке происходит, мне много чего не... Я Богу это демонстрирую. Я знаю, что кто-то ходит, и у меня весь лоб уже в этих пометках, если вы видите. Но это не татуировки, а это духовные знаки. Дрин, 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 дрин. Я знаю, что вот эти метки, это как раз сигнал, когда Бог начнет изливать от Духа Своего, то Господь говорит, в первую очередь собери меченых, 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 неравнодушных, плачущих, скорбящих, рвущих душу свою за разрушенные судьбы. Эти люди будут восстановителями, развален и руин. Ты со мною? Халлелуя! И вот, мои поступки, мое решение, мои действия говорят, что я протестую. Я не соглашаюсь, я не смиряюсь, я выколачиваю пшеницу. И явился ангел Господень и сказал ему, Господь с тобою, муж сильный, независимый. Знаете, вот иногда, когда Бог говорит, смешно. Дома нет, полей нету, выгнали вообще на улицу, и Господь приходит, Господь с тобою, муж сильный. Какая сила? И где Господь? Со мною. Вы знаете, даже Господь с тобою может быть в дикой пещере. Амин? Не важно, что тебя окружает. Вы знаете, даже, даже самого Гедеона это немного раздражило. И Гедеон сказал ему, Господин мой, если Господь с нами, то отчего постигло нас все это? И где все чудеса Его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря, из Египта, вывел нас Господь, ныне оставил нас Господь и предал нас в руки Мадеонитян. Господь возрев на него. Слово возрев, это называется, он разозлился на него. Все, эй, иди и с этой силою твоею спаси Израиля от руки Мадеонитян. Я посылаю тебя. Друзья мои, ревновать опасно. Скорбеть опасно. И плакать опасно, ибо Господь тебя пошлет туда, о чем ты скорбишь. Вот скорбишь о том, что столица израильского народа разрушена, Бог тебя помажет, вот твоей силой, твоей мудростью иди туда. Ты скорбишь, ой, сколько наркоманов у нас в Латвии, сколько их. Скорбишь, чувак, ты попал. Тебя Господь помажет, иди туда. и восстанавливай разрушенные судьбы. Если ты скорбишь, Боже, когда же наша семья будет защищена, что эти гомосексуалисты творят, что они себе позволяют. Я вот скорбел на свою голову, скорбел, самым главным гомофобом стал в Латвии. Все знают, что главная борьба с гомосексуалистами приходится на голову меченого. Но, слава Богу, до сегодняшнего дня Бог нам разве не помог, а? Разве Бог нам не помог? Господь говорит, если ты неравнодушен, если ты ревнуешь, будет помечено твое чело и, слава Божья, будет обязательно излита. Поэтому, друзья мои, самое страшное, молись о чем? Господь, прости меня за мою равнодушие, за пофигизм, за то, что вот мне все равно, кто ходит по улице, там колются, там вешаются, там стреляются, а мне по барабану, я телек смотрю и, и это самое, и кушаю какие-то там хлопья, эй, хлопок, пора проснуться. Что такое пробуждение, друзья? Пробуждение, тогда совесть, проснулась. Вообще, не надо здесь усложнять. Послушайте, а почему? Один равнодушный, а другой неравнодушный, потому что у одних совесть есть, а у второго ее нету. Ее надо разбудить. Амин? Мы сегодня и будем молиться о том, чтобы Господь меня разбудил. Здесь, вы знаете, я удивляюсь некоторых людей, вся церковь мобилизована. газеты раздаем, ходим туда, звоним, посещаем. Ребята, время, благоприятное, лето, Господне. Пришло время взыскать Господа и проповедовать Евангелие, всякая тварь. Кто-то откликнулся, неравнодушно, Боже, еще двоих, еще одного, еще одного. Ой, вот сорвался. А другой? А ты к кому-нибудь звонил? У меня другое призвание. Я вот, я вот, молитвенник такой вот. И вот я часто молюсь так глубоко, что забываю обо всем на свете. И общение с Богом у меня такое глубокое. Ну, это же, это же глупости. Если ты реально с Богом общаешься, Бог тебя пошлет туда, где судьбы разрушены, Дух Святой сойдет на тебя, сила Всевышнего осенит тебя, и поэтому твое свидетельство, оно будет направлено на восстановление разрушенных судеб. Амин? Скажи, я не хочу быть равнодушным. Я не хочу быть пассивным, религиозным, верующим человеком. Я хочу чувствовать то, что чувствует Бог. Я хочу быть восстановителем этих развалин. Аллелуя! Гедеон сказал ему, Господи, как спасу я Израиля? Вот вы знаете, один только был меченый, один только человек, который просто хоть как-то пытался эту ситуацию изменить. Ниемия мог сказать, как я построю эти стены? Гедеон говорит, как я спасу Израиля? Моисей, который возле тернового куста, помните, ходил и внутри скорбел, и внутри у него были муки. Он знал, как этих евреев там просто мучают, издеваются над ними. И Господь говорит, Моисей, я тебя посылаю. Ты скорбишь? Ты плачешь? Извини, больше никого выбирать. Всем по барабану. Вот вот никого. Я спросил того, он говорит, как есть, так есть. Я спросил этого, ай, как есть, но я вижу, что у тебя есть неравнодушие. И вот это мое неравнодушие, это естественная платформа для сверхъестественного призвания. Амин? Иди и выведи израильский народ из Египта. Представьте, все эти поручения немыслимые. Они выше наших возможностей. Как я построю этот стены Иерусалима, говорит Ниемия. Гидион говорит, как я спасу Израиль. Моисей, как я выведу? Если ты уж попался в Божью команду, Бог поможет тебе и стены построить, и спасти Израиль, разбомбить всех этих мадянитян, и вывести израильский народ из Египта. Короче, давайте в Новый Завет нырнем. Короче, если бы я сейчас всех неравнодушных людей, если бы я всех неравнодушных людей Ветхого Завета бы сейчас перечислял, до утра можно было бы, но давайте теперь одного неравнодушного человека посмотрим из Нового Завета. Давайте прочитаем Матфея, Матфея, 14-я глава и 24-й стих. 14-24. Смотрите, с 22-го начнем читать. «И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря. И ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидевшие его, идущего по морю, встревожились и говорили это призрак и от страха скричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал ободритесь, это я, не бойтесь. Казалось бы, инцидент исчерпан. Но нашелся на борту один неравнодушный человек, который решил разобраться до конца, кто же ходит по воде и кто же с нами заговорил. Как вы понимаете, это был разговор, как бы сказать, очень неадекватный. Двенадцать мужчин, вцепившись зубами в борт лодки, кричат от ужаса, потому что великая буря и мало того, начинаются галлюцинации. Они видят, что по волнам идет фигура. Вот как вы представляете, кромешная ночь, без звезд и еще увидеть какую-то фигуру по волнам, вероятно, она светилась. Потому что если бы она не светилась, я бы никто не увидел. Она светилась. Причем она не болталась по волнам, она легко шла. Я не знаю, как бы ты отреагировал. Я иногда ночью, когда домой возвращаюсь или гуляю по лесу, вот так себя ловлю, думаешь, вот, Алексей, смотри, вот сейчас бы какой-то ангел явился, вот что с тобой случилось? Вот если бы было в узком мужском кругу, я бы сказал, что со мной случилось. По-библейски чресла бы ослабели, и у тебя понос был бы от страха. Но представляете себе, ну это ужас, а это представляете, это стресс, и так страшно, и еще кто-то ходит, при чем? Говорит, ободритесь. И кто-то еще говорит, ободритесь, а как ободриться, если волны вот так шуруют? И вторая фраза, еще более загадочная, это я. Представьте себе, это же сумасшествие. Говорит, это призрак. Он говорит, да, это я. И третья фраза, еще лучше, не бойтесь. вот я, я представляю, я бы сидел в лодке, я бы куда-нибудь подвесло, спрятался бы, и молился, Господи, пожалуйста, пусть этот кошмар быстрее закончится. Но Петр не из тех. Петр вдруг, вот ему, вот больше всех надо. как вы думаете, почему Петру Бог сказал, ты, Петр, камень, и это, на этом камне я построю церковь. На ком строит наш Господь церковь? Отвечаю, Бог строит церковь на людях неравнодушных, на людях меченых, над которыми завтра будет слава Господня. И вот тебе оно больше всех надо. Этот призрак, проходящий мимо, говорит, успокойтесь, это я, не бойтесь. Но Петр сказал ему в ответ, Господи, призрак был уже Господи, если это ты. Он говорит, это я, не бойтесь. Петр говорит, если это ты. Загадочный разговор. Если это ты, как ты сказал, ну это не для среднего ума, конечно. Если это ты, повели мне прийти к тебе по воде. Вы знаете, это шизофрения. Это вот, если говорить, и так болтает тебя, вот так вот, и так у тебя чресла ослабели, и так ты уже не знаешь от ужаса что делать, потому что призраки ходят, как будто Петр каждый день прогуливался по морю. И он еще напрашивается, Господь, хочу проверить. Причем он-то прогуляться по морю хотел не просто так, а доказать и всем, вот он самый патриотический был апостол. Я не хочу, чтобы все в заблуждение попадали. Ребят, я хочу вам объяснить, если я по морю пойду, это он, а если пойду на дно, значит, значит, это мы лоханулись, значит, это не он. Вот представляете, какой характер у Петра был, а? Вот тебе больше всех надо, сидишь и сиди, и держи доску крепче зубами, все. Но вы знаете, когда Бог вот в этих экстремальных обстоятельствах видит неравнодушных людей, что происходит в первую очередь, а? в первую очередь некий незнакомец берет прибор песца и на лбу делает метки. Вы со мной? Для чего? Чтобы эти меченые ребята на следующий день, когда Бог будет помазывать, стояли в первом ряду. Повели мне идти к тебе. Я не знаю, я не знаю. Он же, конечно, пожалел, потому что его буквально из этого самого с корабля, то есть из этой лодки ему помогли выйти. Потому что, знаете, сгоряча, вы понимаете, как Андрей Тищенко проповел назначить встречу? Назначил! Назначил! И где же? Круто! На морских волнах! Сначала назначил, потом подумал. А когда он сказал уже, ребята, мне может не надо? Надо, Федя, надо! Надо отвечать за слова. Давай, дорогой! Они помогли ему. 11 ашеров припроводили его за борт. И представляете, что творится? Представляете, что тут? Неравнодушные, в судьбе неравнодушных людей будут всегда приключения. Вы со мной? В судьбе неравнодушных людей есть острые ощущения. У них всегда, как сказать, каждый раз что-то все не так, как у нормальных равнодушных людей. И вот он идет, и все смотрят, обалдеть, уже двойная галлюцинация. Один ходил, теперь два ходят. И вот, что там дальше было? И вот Петр пошел. Я представляю, у него вообще, наверное, вот здесь уже все, раздвоение было. И он же сказал, иди. И вышед из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. И вот он уже пошел. Первые шаги. Но это не то, что он знал, где камни. Там камней же не было. Он шел по воде. Необычные ощущения. Боже мой, неравнодушие выведет тебя на необычные ощущения. Но видя сильный ветер испугался. Даже если я неравнодушный. И даже если я согласился назначить такую встречу. И даже если я уже пошел навстречу этой встречи, может произойти всякие вещи. Кто может судить Петра? Кто был в его шкуре? Кто ходил по воде? Испугался. Видя, конечно, видя. Ночью не видя видимого, видя невидимого. Он испугался и начал тонуть. Я понимаю, что голова-то работает. Пять копеек кинь в воду, она и топ идет вниз. А мужик идет под 80 кг и ходит по волнам. Какая-то жизнь. Такого быть не может. Я не знаю, какие причины там сработали, но по крайней мере он испугался. Страх пришел. Говорит, не, это ненормально. Надо вернуться в третье измерение. Иначе и он начал тонуть и закричал Господи, спаси меня. Я представляю, как радовались те ашеры, которые сидели в этой, в лодке и говорили, ну выскочка, вот так тебе. Хочешь всегда быть Петр Первый, всегда выходить, хочешь быть круче всех, да, хочу круче быть. Даже если я вышел за борт, хоть три шага то сделал по воде, ну согласитесь, хоть что-то то сделано было, а даже если я и тонуть буду, так на глазах, не только на ваших глазах, но и на глазах Иисуса. Господи, спаси меня, погибаю. Иисус тотчас простер руку, подержал его и говорит ему, маловерный, зачем ты усомнился? Иисус, хорошо тебе говорит, маловерный, как будто это каждый день в библейской школе. Это же экстрим, такого уже и быть не может. Друзья мои, мне очень нравится судьба неравнодушных, экстремальных, вот таких каких-то, я не знаю, у них постоянно какие-то авантюры, они авантюристы, потому что что построить стену Иерусалима, что спасти Израиль от Мадьянитян для Егидиона, что вывести израильский народ из Египта для Моисея, что Петру ходить по воде, это одинаковая авантюра, это по-человечески невозможно. Но все, что человеку неравнодушному невозможно, возможно Богу. И Бог его поднял, Иисус его поднял и сказал, Петр, все нормально, хоть ты и камень, и камень должен идти куда-то вниз, но ты все-таки молодец, иди сюда. И какую я здесь, друзья, какую я здесь мысль фактическую почерпнул, Петр-то вышел один из лодки, а вернулся, а вернулся с Иисусом. Аминь. 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 Я знаю, что рядом со всеми неравнодушными людьми обязательно будет Иисус Христос. И когда Писание говорит, они вернулись в лодку, то те, которые в лодке, они поклонились, они поклонились и сказали, воистину, ты Сын Божий. Аминь. Друзья мои, я что хочу сегодня, чем закончить? Равнодушные люди, это люди, на которых Бог не обращает никакого внимания. И дьявол на них. Знаете, ни Богу свечка, ни черту кочерга. Вот что такое равнодушные люди. Но если ты неравнодушный, за тебя будут охотиться и Бог, и дьявол. Смотрите, Саввул неравнодушный, ну сколько было таких фарисеев? Сидят, все в порядке, кресла, кофы, зарплата, нормально. Этому же все мало, нет, дайте мне письма, надо ту и назарейскую ересь, надо ее истреблять, надо ее уничтожать. Неравнодушный Господь говорит, о молочага, я назначаю тебе встречу. Оказывается, встречи назначают не только люди, но встречу неравнодушным людям обязательно назначит Бог. И когда он шел навстречу, он говорит, окей, иди сюда, тебе трудно идти против вражна, а кто ты? Я Иисус, которого ты гонишь. Че ты гонишь? Что повелишь мне делать, Господи? Вот уже другой разговор. И, короче, Иисус перевербовал Савва из враждебного лагеря и сказал, теперь ты будешь работать на меня. Нет проблем. Видите? А когда равнодушные люди, Господь, используй меня, Господь, пять лет, или как по некоторой системе, фамилии не буду называть, я ищу тебя, Господь, искатели, мы искатели, морских сокровищ, искатели морских кораблей, искатели Бога. Да не надо Бога искать, будто ты неравнодушный, тебя Бог найдет. А если ты равнодушный, слижешь на диване, когда же ты меня найдешь? Меня уже бесит это. Уже пять лет церкви, восемь лет церкви, а что я тебя буду иметь, Бог спросит. Ты не выколачиваешь пшеницу, ты не плачешь, не пастишь, плакать нельзя, это религиозно. Выколачивать пшеницу тоже нельзя. Вы знаете, ленивые, равнодушные люди никому не нужны. Еще двадцать лет можно молиться, пастить, хва, йо, уя, уа. Ничего абсолютно. Если ты не видишь то, что происходит вокруг тебя в городе, если ты закрыл свои глаза и не видишь страдающих людей, которые вопиют и говорят, Бог, пришли кого-то из нас, и когда у тебя есть внутри ревность, и ты говоришь, Бог, я что-то хочу сделать с моим районом, я не хочу видеть, этих наркоманов, убийц, я не хочу здесь видеть мерзости, придет этот человек, пометит твой лоб и на твою метку и зальется однажды помазание Божьей славы. Бог готовит свои армии, Бог готовит семь тысяч неравнодушных людей для того, чтобы осуществить последнее сражение на этой земле. и все неравнодушные люди сказали Амин. Давайте помолимся сейчас, чтобы Господь разбудил в нас эту ревность. Скажи, Господь, я хочу видеть открытую картину, все, что ты, Господь, показываешь. И начинай молиться на языках. Господь, я прошу Тебя отметь сегодня всех неравнодушных людей. Я прошу Тебя разбути в нас эту ревность. Дай нам видеть силу Твою. Дай нам видеть проблемы. Дай нам видеть скорби. Дай нам видеть окружающие твердыни для того, чтобы прийти с ответом. Для того, чтобы прийти с рецептом. Для того, чтобы прийти с Твоей славой. Слава. 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 Мария Григорьевича. Граммин алёгрима шатцин билерия мандяя. Соедините руки. Зажги тех, кто рядом с Тобою. Молись за тех, кому сегодня все равно. Пусть среди нас не будет равнодушных. Пусть среди нас будут все любящие и ревнующие. Граммин алё держит загрешити граммин исцел обращен ѝля Грамина лабрищенцы лабрищенцелей Грамина лабрищенцелей Гормина лабрищенцелей лаброшеньцелей Халелуя, халелуя Гром анджели урбежол лаброс анджелей Престолэ judicial граман карбачадая Возвышай свой голос, разбуди свой дух, разбуди свою ревность, разбуди свою любовь. Исайя 9 глава. Написано так, 7 стих. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и вовек. Ревность Господа Саваофа соделает это. На самом деле неравнодушие, о котором мы сегодня говорим, это не человеческое неравнодушие, а это твой резонанс духовный со своим Богом. Бог хочет, чтобы ты чувствовал Божью любовь, Божью ревность, Божью скорбь, когда Дух Святой скорбит, и ты скорбишь, потому что ты его чувствуешь. Потому что ты вместе с ним, ты озвучиваешь его реакцию. И Писание говорит, что Бог хочет разрушить эти губительные орудия карателей и утвердить престол Божий, чтобы справедливость утвердилась, чтобы люди были спасены. И дальше он говорит, ревность Господа соделает это. Это неравнодушие. Это моя любовь. Обратная сторона любви. Иисус зашел в храм, и он увидел черкизон. Торгуют, базарят, деньги меняют, коровы мычат, блеют овцы. Здесь просто жесть. Сколько лет подряд равнодушно. По этому храму ходили священники. По барабану. Все равно. Торгуют, пусть торгуют. Черкизон, просто базар, барахолка. Но когда пришел Иисус, он остается и сказал, стоп, что это? Неравнодушность. Неравнодушные люди творят историю. Неравнодушным людям ставится метка. Неравнодушным людям дается власть. Один неравнодушный человек прогнал тысячу торговцев, грешников. Очистил храм. И он сказал, ревность по доме моем снедает меня. Господи, дай нам Твои чувствования. Как в другом послании говорится, что мы имеем его характер, его чувствование. Бог, помоги нам быть соединенным с Тобою и в своем сознании, и в своих эмоциях, и в своей практике. Ибо у фарисеи пришли равнодушные люди, священники равнодушные. Пришли к неравнодушному молодому раввину и спросили, а какой властью ты это все сделал? Откуда им знать, равнодушным людям, что творится в судьбе неравнодушных людей? Они будут приходить и говорить, а как это? Почему это? Откуда такая власть? Один прогнал тысячу и навел порядок в доме. Равнодушным людям, казенным, которые имеют казенное отношение, это не под силу. Но Бог ищет неравнодушных, чтобы навести порядок везде. И в ячейках, и в церкви, и в служении, и в евангелизме. Господи, да везде, да везде. Нам нужно сегодня так много сделать. Слава Богу, за прошлый год мы ремонт сделали. С одной стороны, нам нужно еще сделать ремонт с той стороны. Мы хотим на втором этаже восстановить оранжевый зал. Мы хотим сделать ремонт, который 15 лет, вот, на третьем этаже. Да все, что вот здесь есть, это 15-16 лет назад, вот этот был сделан ремонт, это неправильно. У кого-то должна быть ревность о доме Господне. Я знаю, что люди неравнодушные, они обязательно скажут, что уж, слушай, я для дома Господнего должна что-то пожертвовать, что-то сделать. В конце концов, я верю, что судьбу дома Божьего, судьбу пробуждения, судьбу Царства Божьего в Латвии будут определять именно эти. Скорбящие, плачущие, ревнующие, вопиющие к Богу и говорящие, ревность по дому Господню снедает меня. Давайте сейчас сделаем пожертвование. Пожертвование неравнодушных людей, которые хотят, чтобы дома, в Доме Божьем было устройство. Братья и сестры, не найдете никакого другого места во всей Риге, во всей нашей столице, где бы обитала слава Господня. Дом Божий. Амин. Возьми, если ты неравнодушен, и скажи, я хочу, чтобы дом Божий был устроен. Бог против равнодушия. Он говорит, вы говорите, не пришло время строить дом Божий, а вам самим время строить свой дом. Но находятся вот такие неемии, которые плачут и говорят, Бог, я хочу, чтобы посрамление ты снял. Я хочу, чтобы ты посрамление снял с нашего дома, с нашей церкви, чтобы не было долгов, чтобы это было привлекательно, чтобы это было достойно великого Бога. Возьмите свою жертву. Если ты обещал во время конференции, если ты обещал во время конференции, и только сегодня ты можешь это обещание исполнить, исполни. Писание говорит, лучше не обещать, чем обещать и не исполнить. Я вспоминаю, когда я перед конференцией, у меня мысль пришла, я говорю, Господь, я обязательно принесу жертву тебе. Я обязательно принесу тебе жертву. Я знал, что эта жертва составит 700 латов. Я знал, что июль – это седьмой месяц, и что субботу – это седьмое число. И я знаю, что Господь обязательно любит эту цифру. И я 700 латов приготовил. И когда Анселм в первый день сказал, что вот конверты, тысячу латов – это приблизительно 700. И я сказал, Господь, я уже эту жертву приготовил. Потому что я хочу это посеять, чтобы 200 человек покаялось. Я хочу принести жертву для того, чтобы библейская школа работала. Через жертву осуществляются божественные планы и желания, через человеческие усилия. Вы знаете, как хорошо, когда заранее Господь полагает хотение. И ты чувствуешь, что это хотение от Бога. Он производит в нас хотение и действие по своему благоволению. Если у тебя есть это хотение, я знаю, что в тот момент, когда это желание появилось, денег не было. Но если есть желание от Бога, я молюсь, Бог, дай мне этих 700 латов, и я тебе их отдам. Я благодарю Бога за то, что эти деньги пришли. Я их взял, завернул, и я их пожертвовал. И я знаю, что когда ты делаешь что-то по воле Божьей, торжествует твое сердце, торжествует твоя душа. И ты чувствуешь, что твои паруса наполняются попутным ветром. И ты чувствуешь, что ты не против вражна идешь, мучаясь. А ты чувствуешь, как будто твоя яхта, она идет правильным курсом и приходит внутри торжество и радость. Боже, научи нас жить по воле Твоей. Если ты что-то обещал, выполни для того, чтобы Бог благословлял и чтобы жизнь была в наслаждении. Писание говорит там в Ветхом Завете, чтобы не наступили дни, о которых ты бы сказал, нет мне в них удовольствия. Это проклятие, когда ты живешь и говоришь о своих днях, нет мне в них удовольствия. Понедельник, неудачный день, вторник, никакого удовольствия. Неделя прошла, просто бред собачий. Это проклятие. И какое же благословение, когда каждый день приносит тебе хорошую новость. Каждый день ты утром прыгаешь с постели, потому что предвкушаешь, что ты займешься любимым делом. Потому что это дело умножит Божью славу на этой земле. Ты чувствуешь, что ты не один, что Бог тебя в свою команду привлекает. Я слежу за тем, чтобы моя жизнь состояла из тех дней, в каждом из которых бы я чувствовал удовольствие. Жить в удовольствии. Это не означает, что как сыр в масле. А это значит, когда ты знаешь, что ты на своем месте. Ты делаешь вещи по воле Божьей. И ты видишь, что это не есть мучительное сражение с Богом, а благословенное сотрудничество с Ним. Когда ты знаешь, что Он тебе поручил, и ты это делаешь. Когда Он благословляет и твои слезы. Когда Он благословляет твои посты. Когда Он благословляет твои обещания. Потом, когда Он благословляет твои победы. И даже если ты косяка схватил или обочину, Бог по милости тебя вытаскивает и говорит, Все нормально, праведник семь раз поткнется, но он обязательно встанет. Когда ты знаешь, что Бог не соперник. Что Бог твой друг. Что Бог твой отец. Что Бог твой шеф. И Он к тебе относится с уважением. Вот это, мне кажется, основа удовольствия. Ты живешь в удовольствии, зная, что Бог держит тебя за правую руку. И твоя вера, это не слепое подчинение каким-то доктринам. А это осмысленное сотрудничество с Богом. Амин. Бог сказал нам о росте. Бог сказал о газетах. Бог сказал нам об этом. Я бы мог легко сказать. Нет, у нас это не работает. Я бы мог легко это сказать. Это Латвия, ребята. Это не Россия. Это не Украина. Это вам не Сингапур. У нас здесь свои. Внимательно следи, что тебе Бог говорит. Даже если у тебя будет вот здесь вот конфликт. Слушай свое сердце. Потому что сердцем веруют. И устами исповедуют. Итак, жить в удовольствии. Следи за тем, чтобы жизнь не превратилась в мучение. И чтобы не наступили дни, о которых бы ты сказал. Нет мне в них удовольствия. Я молюсь каждый день. Бог, не лишай меня милости Твоей. Научи так исчислять дни наши, чтобы в них было удовольствие. А нет большего удовольствия, как служить Богу. Амин. И обитать во дворах Дома Господнего. Давайте возьмем свою жертву. Давайте поднимем ее. Давайте вместе скажем. Отец, благодарю Тебя. За то, что Ты мой Бог. Я прошу Тебя, проверь мое сердце. Проверь мою веру. Я прошу Тебя, пусть внутри проснется любовь. К дому Твоему. К народу Твоему. К судьбе Царствия Твоего. Я не хочу быть равнодушным человеком. Я хочу быть тем человеком, на которого Ты обратишь внимание. Которого Ты отметишь. Которого Ты помажешь силой и славой Твоею. Чтобы можно было исполнить волю Твою. Я в этот вечер открываю свое сердце. И прошу Тебя, пометь его. Я хочу служить Тебе. Я хочу быть исполнителем Твоих желаний. Я хочу восстановить разрушенные стены. Я хочу очистить Твой храм. Я хочу быть человеком, который исполнит волю Твою на этой земле. И вот моя жертва, которая говорит о моем неравнодушии к дому Твоему. Пусть благодаря моей жертве приходит устройство. Пусть приходит благословение в дом Твой. Во имя Иисуса Христа прошу Тебя об этом. Аминь. Пожалуйста, ашеры, пустите ведра по залу. Неравнодушные люди. На самом деле это энтузиасты. Это люди, у которых внутри всегда есть харизма. Это люди, у которых всегда внутри есть эта искра. За ними всегда идут. С ними всегда легко. За ними легко следовать. Потому что они верят. Они заводятся. Они кайфуют от того, что они делают. Когда Иисус проповедовал, весь народ шел к Нему на служение. И люди говорили, что Он говорит как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Почему? Потому что там был огонь. Потому что там была харизма. Там была энергетика. Там был блеск в глазах. И люди видели, что этот человек верит. Он захвачен тем, что он говорит. Боже, подними вот таких вот людей. Которые бы верили. Которые бы сами заводились. И других заводили. Которые бы получали удовольствие. И иногда смотришь проповедника. Выходит на сцене. Как будто раб на галерах. Закованный к микрофону. Который прикован к кафедре. И думает, когда же его кондолы раскованы. Как там в детстве говорили. Раскуйте нас. Не надо мучиться. Если тебя... Прости Бога. Либо найди место, где ты будешь радоваться. Но не мучай себя и не мучай других. Амин. Служение Богу это удовольствие. По-настоящему. Аллелуя. Это твоя стихия. Это когда ты как рыба в воде. Это как птица в небе. И это твоя стихия. Служить людям. Благословлять людей. Вы знаете, после конференции мы пригласили всех покаявшихся в понедельник собраться на Чака 32. Из 109 покаявшихся людей пришло где-то 25 или 26 человек. Ну где-то 1 четверть. Все по Писанию. Три рода почвы такие. Ну, по крайней мере, у нас есть телефончики. И мы можем общаться с ними и посещать их. И мы общались с ними. Я рассказывал о церкви. Я рассказывал про наши планы. Про семинары и так далее. Потом я задал вопрос. Может быть, кого-то интересует более подробно, что такое новое поколение. И дал возможность задать вопрос. Одна женщина встала. Меня зовут Светлана. Я не новообращенный, а я возвращенный. 18 лет назад я была у сотника Валентины Перхуновой. Это было в Пурцимсе. И мы ячейки. То, что вы говорите сейчас. Я все это знаю. Мне это все знакомо. Единственное, говорит, чего я не знала. Единственное, чего я не знала. Я не знала, что без церкви верующему человеку жить невозможно. Вы знаете, это было так интересно. Человек, который покаялся второй раз, объясняет тем, кто покаялся первый раз. И она вошла в роль. Друзья, не уходите из церкви. Я ушла. Я думала, что я справлюсь с проблемами в жизни. Что мне хватит? Что мне церковь? У меня же есть Бог. Друзья мои, в том-то и дело, что слава Божья. И Бог обитает. Почему это написано, что это дом Божий? Что вот это место обитания Богом, что называется дом Божий. Она говорит, я думала, что мне церковь? Я уже знаю, как молиться, как Библию читать, как там исцеление получать, там и все такое. Я ушла. Боже, как меня перемололо. Как жизнь меня покидала. Где я только не была, поглядите на меня. Запомните и не повторяйте мои ошибки. Никогда не уходите из церкви. Я, откровенно говоря, так был впечатлен. Я говорю, Светлана, молодец, правильно. Я сегодня хочу эту мысль также продублировать. Не оставляйте собраний, как у некоторых, есть обычаи. Пусть нашим обычаем будет посещать дом Божий, потому что ты даже не знаешь, что будет на следующем служении. Мы здесь не только с пастором Алексеем или с другими проповедниками встречаемся, или друг с другом. Мы здесь с Богом встречаемся. А каждая встреча с Богом уникальная. И не повторяется. Не повторяется. Такое никогда. Амин. Пожалуйста, Александр и Людвиг, пройдемте сюда, помолимся за эти жертвы. Господи, подними армию неравнодушных людей. Господи, мы благодарим Тебя за эту жертву. Благодарим Тебя за то, что Ты, Ты Бог наш. Я благодарен Тебя за этих неравнодушных людей, которые принесли эту жертву к Твоим ногам. И пусть слава Твоя придет в эти дома во имя Иисуса Христа. Мы просим Тебя, пусть благодать и милость Твоя никогда не сократится во имя Иисуса Христа. Пусть Твоя царствие придет, пусть Твоя слава придет, великий и святой Бог. Отец Небесный, я благодарю Тебя за сегодняшнее сильное, помазанное слово, которое наши уши могли слышать. Спасибо Тебе, Бог мой, за то, что Ты так сильно любишь каждого из нас и посылаешь Слово Твое в наш разум и в наше сердце, чтобы мы не споткнулись на этом пути. Господь, спасибо Тебе. И прими эту жертву, Господь, в знак согласия с Тобой, с Твоим Словом, о том, о чем Ты говорил нам, Господь. Прими эту жертву и утверди это Слово в наших сердцах, в нашем разуме, Господь. Пусть оно тревожит нас, пусть оно будоражит нас, чтобы мы не были равнодушными, чтобы мы не были теми, которые беспечны, Господь. Но мы стремились к Слову Твоему, стремились к знанию Твоему, Господь, это жертва. Пусть принесет много плода на этой земле, на латвийской земле. Бог мой, я прошу Тебя, и пусть каждый человек, который покаялся на этой конференции, пусть каждый человек, которого Ты пометил, Господь, пусть он будет в церкви, пусть он состоится, Господь, как призванный Тобой, Господь. Пусть он сотворит еще много дел для Твоего Царства. Благодарим Тебя и поклоняемся Тебе во имя Иисуса Христа. Амин. Халлелуя. Подарите большие-большие аплодисменты за сегодняшнее слово. Пастор Алексей, огромное спасибо Вам. Это было сильное слово. Халлелуя. Большие аплодисменты.